День, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Вот с утра, собираясь, может быть, на работу, кто-то... Раньше были вот такие пункты обмена книгами. Брал с собой книжечку, которую положил на полочку, взял другую. Есть, есть. Среди такой, между прочим, на углу Лачплиша и Сколос, Канапе, Скульптура, Сцентр. У них есть полка. А раньше же там, по-моему, была с едой. Рядом с холодильником стоит полка для обмена книг. А почему вот нет такого для денег? Принёс ненужные деньги и взял любые другие понравившиеся? Может быть, потому что нет ненужных денег. Мне вдруг в голову пришла такая версия. Но бывают ненужные растения. И, кстати, я сам на днях столкнулся с проблемой, смешно сказать. Прихожу домой, а у меня в спальне кавардак, не выразиться грубее, упал со шкафа горшок с огромным растением, которое вот тянулось к солнышку, тянулось, тянулось, а дотянулось до полки, потом до пола. И, в общем-то, распласталась и само, и земля по всем поверхностям. А я давно задумался, ну и зачем мне вот этот уже монстр, огромный переросток, его надо куда-то деть, куда-то, может быть, отнести. Ну, наверняка же он кому-то понадобится. Появилась в Риге возможность избавиться от ненужных домашних растений. Гуманным способом. Да, гуманных способом. Цветочный магазин Изи Потт организовал полку обмена, место, где оставляют одно растение, а взамен выбирают любое понравившееся. Передержку, можно сказать. Полка обмена будет доступна до конца лета. С нами на связи Екатерина Ячменева, совладелец магазина домашних растений Изи Потт. Доброе утро. С добрым утра. Мы тут вдвоем вместе с Юлей. Юлия Белкина присоединилась. И Юлия Белкина, и Екатерина Ячменева. Обе совладелец магазина домашних растений Изи Потт с нами. Здрасте. С добрым. Рассказывайте, что за акция, как пришло в голову, сколько уже растений по хорошим домам, рукам пристроили? Сколько пристроили, я, кстати, не скажу. Но полка существует с весны. Мы, на самом деле, сначала ее базировали в Каунт-Семе-Квартале, потому что мы там были. А потом ребята сказали, что не совсем есть для нее место, и мы ее перевезли в центр. Сейчас она базируется в кафе, который называется Кофис, на Пулкой-Жебреже-2. Это кассеть кофе, но у них вкусный кофе. На самом деле, это не то, чтобы вы сказали, что растения, которые не нужны, чаще всего это растения, за которыми вы не знаете, как ухаживать. Они точно нужны, но, может быть, не вам. Действительно. Не бывает ненужных растений, да. Бывают неправильные владелец. Как вы про деньги сказали. То есть растения тоже всегда нужны. Ну, а каким образом вам пришла идея именно такого обмена растений? Почему вы посчитали, что это будет востребовано, что найдутся люди, которые начнут нести эти растения? К нам вообще идея проекта пришла в первую волну пандемии. И когда мы начали заниматься растениями, мы начали слышать просто какие-то ужасные истории про то, как заводы закрываются, компании уходят на домашний режим, школы тоже закрываются, и там гибнет огромное количество растений. Больших, маленьких, те, которые называются бабушкиным стилем, но сейчас в очень большом тренде. И мы начали искать их. Мы начали обзванивать такие организации. Мы начали обращаться к знакомым через соцсети, через какие-то другие каналы. И просто говорят, мы бесплатно приедем, заберем ваши растения, поддержим их у нас, и потом вам вернем. И таким образом мы как будто бы скаутили эти растения. И к нам стали обращаться и наши клиенты с просьбой, во-первых, полечить их растения. У нас есть концепт больнички для растений. И во-вторых, как бы просто отдать нам, чтобы растения обрели вторую жизнь, новую семью, и все было хорошо. Я действительно вот свое упавшее вот это деревце к вам отвезу. Его и подлечить надо, и пристроить. Да, 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 Юля. Просто можно просто садить и отдать в надежные руки людям, которые захотят воспитывать ваше растение. А вот насчет больнички, вот может быть тоже несколько слов. А как это все происходит? То есть вот почему вы беретесь вот за такую работу тоже? Иногда есть какие-то ситуации с растениями, которые на самом деле не очень сложные. Но для человека, который не сталкивался с ними, кажется, ой, там, не знаю, у меня корни проросли снизу в горшке, и ой-ой-ой, надо его там куда-то выбрасывать, обрезать или что с ним делать. И у нас есть какой-то пул знаний, и специалисты, которые с нами работают на проекте. И мы с удовольствием помогаем решить этот вопрос совершенно быстро, и за 10 евро мы пересаживаем эти растения, следим за ними. Они живут у нас в офисе, кто-то живет месяц, пока мы выведем каких-то жуков, кто-то живет три месяца, пока мы пересадили, и должны понять, он приживется в новой земле, живется ли в новом горшке и так далее. Часто растения ставят не в те места дома, и они потихонечку начинают так грустить, 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 и нам звонят там через год, ой, за год не дал ни одного нового листа, это в порядке вещей или нет, может, что-то можно с этим сделать. В общем, очень много разных историй. Какие-то, конечно, растения не выживают, и в том числе после нашей больнички, но часто это какая-то операционная помощь, которая помогает через 2-3 недели забрать ваше растение обратно дома и наслаждаться дальше его ростом. Ну, а бывают такие истории, когда привозят какой-то горшок, а вы смотрите такие, о, не-не-не, пациент скорее мертв. Тогда вообще нельзя ничего сделать. Был один такой, да, бонзай нам привезли, он уже был мертв, он был весь в жуках, мы такие, ну, тут же нет растения уже. Они такие, да-да, но мне подарили, очень важно его спасти. Ну, мы как бы с уважением его приняли и похоронили. Есть еще и кладбище домашних растений? Нет, это мы уже не можем себе позволить. Слушайте, это как Стивен Кинг, просто тут новая-новая версия. Скажите, а самые частые ошибки в уходе за домашними растениями? Ну, там переливают, перекармливают, неправильно подбирают, не знаю, грунт, почву? Все вместе. Но самый топчик, это, конечно, перелил-недолил, яркое слишком солнце, сухость. Да, перелил-недолил, это 90% беды. Кто-то их очень любит, и поэтому переливает, и они купаются в воде, нельзя. А кто-то не долил, но мне сказали редко поливать, и я вот три месяца не поливала, не знаю, почему он умрет. Напомню, мы беседуем с Юлией Белкиной, Екатериной Ячменевой, со владелицами магазина домашних растений «Изи Пот» и отправная точка беседы. Это акция, такая полка, обмена, на которой можно оставить одно растение, взамен взять любое другое понравившееся. Скажите, пожалуйста, Юлия и Екатерина, у вас есть магазин, у вас есть больница, ну а курсы для вот таких незадачливых, не садоводов, а растений и водов? Расскажешь, как мы пытались сделать до пандемии? Или в окошко? В окошко между пандемиями у нас были воркшопы. Мы приглашали к нам в офис людей, единомышленников, любителей растений со знаниями и без. Их задача, все, что нужно было сделать, им нужно было прийти и принести все свои растения, которые они хотели пересадить в этот прекрасный вечер, а все средства, все ресурсы, земля, горшки, руки, навыки, это было с нас. И пользуясь популярностью? Было ли это популярно? Да, на самом деле у нас было лимитированное количество мест, и они распродавались за один вечер. Но, к сожалению, ввиду пандемии мы не могли это больше делать. Вот сейчас с сентября планируем возобновить. Хорошее дело. Я уверен, что будет пользоваться популярностью. Приходится. Обмен, который происходит, он всегда должен быть равноценный или, условно говоря, принес маленький горшочек, пытается утащить с собой баобаб. Нет, на самом деле это все равно. Вы приносите растение, на которое у вас не хватает сил, времени или места в вашем ботаническом саду, как мы это называем. А можете забрать или даже на самом деле не забирать ничего. Когда мы только открыли эту полку в первый день, ну, допустим, принесли 15 растений, а забрали 3. То есть люди очень хотели отдать то, для чего у них нет ресурсов, но забрать не так много было желающих. А вот прошло какое-то время, мы пришли, и на полке уже не было ни одного растения. Новых еще не принесли, а старые уже все уехали. Живут своей жизнью, получается. У меня есть сразу несколько вопросов. Ну, первый. Перед тем, как воспользоваться возможностью этой полки, что-то... А, кстати, еще один вопрос. Перед тем, как воспользоваться, надо ли созваниваться или можно сразу прийти в это кафе на полке же Брежа и прямо где-то у вас полка поставить, уйти? Да. Именно так. Созваниваться, с кем не надо. Мы единственное предлагаем написать какую-то записку. Это фикус такой-то, он у меня жил один год, он любит, когда его поливают раз в три недели. Ну, если вы это знаете. Также мы призываем ответственно относиться к этой акции и убедиться, что растение, которое вы несете, оно не болеет. На нем нет жуков, насекомых, для того, чтобы оно все-таки не заразило другие растения. Да, социальная, дендрологическая ответственность должна быть. Второй вопрос. Можно ли, не принося никакого растения, зайти и взять себе на память из этого кафе что-то в горшке? С этой полки можно. Кто за этим следит? Существенное дополнение. Не с витрины, только с этой полки. То есть, никто не следит, в принципе, и по рукам не бьет. Эй, куда лезешь? Ты ничего сюда не ставила, чтобы себе забирать. Нет-нет, тут нет такого, что дать взять. Мы рассчитываем, что вы, если потратили время, у вас есть возможность ухаживать за экстра растения, мы его приехали и взяли, то, конечно, берите на здоровье, и когда через какое-то время у вас будет желание отдать какое-то растение, вы приедете на эту же полку. То есть, это такой, не единовременный обмен, но в целом предполагается, что вы будете пользоваться благами полки какое-то время. И, наконец, третий вопрос из моего Блица, если можно так выразиться. Что вы планируете делать, если накопится какая-то критическая масса невостребованных растений в этом кафе? Мы за это не переживаем, потому что мы прекрасные рассказчики и коммуникаторы в соцсетях. У нас очень большое комьюнити, и мы уверены, что если оно натуральным способом, органическим, эти растения не найдут дома, обязательно их запромоутируем таким образом, расскажем о них, что на них выстроится очередь. А скажите, каких растений больше всего вот сейчас на этой полке? То есть, что можно приобрести? Мне кажется, что много растений, которые сложные. Ну, какие-то ребята, которые требуют, например, солнечного света, в нашей стране натурального, его не так много, и они не так сильно растут, и вот они там ищут себе света на этой полке. И потом есть много небольших растений. Вроде, мне кажется, изначально люди покупали небольшие, чтобы они выросли в большие, но терпения не всем хватает на этом пути, и поэтому малыши вот часто отдаются на полк тоже. Мне заполнился случай, когда некая семья, они сразу принесли два или три довольно крупных алоэ вера, которые явно у них были дома долго, уже просто, наверное, начали занимать какое-то большое количество места, и алоэ вера прекрасно нашли новых хозяевов. Новый хозяин был очень счастлив. Говорит, я таких искала. Да. Какая счастливая история. По-моему, Екатерина, вы упомянули некий бабушкин стиль, назвав его трендом. Поясните, что такое? Оказывается, есть тренды в домашних растениях. Я-то думал, купил, и, в общем-то, на долгие годы у тебя что-то там в горшке растет, периодически пересаживаясь, иногда получается, иногда нет, а есть тренд. Так что за бабушкин стиль? Знаете, как и во всем, во всей моде, мода на растения циклична. Вот если вам задают вопрос, представьте растение у бабушки дома. Вы сразу представляете себе щучий хвост, какие-нибудь гигантские фикусы и монстеру. И вот это сейчас просто топ всех желаний. Каждый уважающий любитель растений должен иметь у себя дома как минимум одну монстеру и как минимум один щучий хвост. У нас есть звонок. Доброе утро. Да, у нас звонок с прямого эфира. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, я читала, что растение дома надо держать тоже в соответствии со своим знаком зодиака. Вот, например, скорпиону, кактус, вот как вы на это смотрите? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вы знаете, у нас такую тему мы еще не раскрывали. у нас когда-то был гороскоп ближе к Новому году, типа, какое растение подарить, какому знаку зодиака, но так, чтобы прямо другие домой не брать, этому мы не привержимся. А вообще общение с человеком, с растением, здесь есть какие-то рекомендации, с какими нужно, нужно ли с ними разговаривать, нужно ли как-то раскрываться в сердце? Да. Это будет звучать странно, но растение надо слышать как будто. Ну вот, чтобы его не перелить, надо понимать, что каждый растение по-своему любит, то есть от гашка, от света, от воздуха и так далее. В общем, надо его немножко слышать. Но, конечно же, наши клиенты говорят, что если разговаривать, то растет в два раза быстрее. Если включать специальную музыку для растений, растет в три раза быстрее. У нас, кстати, есть специальная спорочка, плейлист. А если не секрет, какая музыка? Кто любит ACDC, кто Франко Синатру? Они в основном по классике. Классическую музыку надо им ставить. А у меня, знаете, неожиданно, кстати, прерву вашу беседу, появился ответ на вопрос слушательницы. Покопался на сайте Flore.ru есть раскладка как раз растений по знаком Зодиака и конкретно Скорпиону рекомендуется Падуб, Падуб, я не знаю, что это такое, и Расторопша. Я не знаю ни одного из этих двух. Да. Ничего страшного, зато вы много знаете об обмене растениями. Насколько? А что, если кто-то приходит для того, чтобы заполучить какое-нибудь растение домой, в первый раз? Что бы вы посоветовали, может быть, даже не только с этой полочки, но и своих уже запасов? Ну, там есть определенные требования. Ну, во-первых, надо понимать, есть ли дома животные. Мы очень аккуратно относимся к тому, чтобы не продать людям, у которых есть животные, растения, которые токсичны. На самом деле, большая часть растений домашних, они токсичны. И, ну, бывают всякие случаи, когда коты или собачки или даже маленькие дети хотят попробовать листики на вкус. Это может плохо закончиться все. Поэтому первое, мы всегда спрашиваем, есть ли животные или маленькие дети. Потом мы спрашиваем про свет. Мы всегда просим оценить от 1 до 10, насколько светло или темно в том месте, где будет стоять это растение. и третий вопрос. Мы спрашиваем, насколько у вас есть время ухаживать. Есть растения, которые, мы их называем hard to kill, которые сложно убить. Растения, на которых не надо тратить много времени. Вот если вы в той категории людей, у которых не так много времени, то мы всегда предлагаем что-то, что более живучее. Если вы хотите, например, вырастить какое-то растение, которое может занимать чуть больше времени, но оно у вас есть, то предлагаем что-то более интересное, цветное. Плюс к каждому растению мы добавляем специальную инструкцию по уходу. Поэтому все наши покупатели уходят с напутствиями, что им делать дальше. И с добрым словом. А получается, что есть растения, которые цветут, да? Можно наслаждаться какими-то цветочками? Да. Сейчас, например, очень модно вот такое растение, которое называется хоя, их там полторы тысячи видов, и все они, во-первых, они подходят для животных, то есть они могут во всех домах находиться, а во-вторых, они цветут просто безумными красивыми цветами, особенно сейчас вот в наше жаркое лето прям все клиенты присылают по красивым... Юлия, вы могли бы повторить название, извините, я честно не расслышал. Хоя. 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 три буквы по русскому хоя. Кстати, хоя – это отличный пример бабушкиного растения, который опять в тренде. Отлично. Сейчас мы закончим эфир, я пойду гуглить, что такое хоя. Честно, я впервые слышал. С нами были Юлия Белкина и Екатерина Ячменева, совладельцы магазина домашних растений ИзиПод. У них, среди прочего, акция полка по обмену растениями совершенно бесплатно будет действовать до конца лета и находится в кофейне Кофиз на улице Пулк-Вежебреже. Ну, а правила обмена растениями через пару часов можете прочесть, если не слушали, почему-то не слышали. На портале Микс Ньюс ЛВ будут, конечно же, публикации. Огромное спасибо. Спасибо большое. Юлия Екатерина, хорошего дня, удачи и успеха. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо всем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok